МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На нашем канале время новостей. В студии Александр Москвитин. Коротко о некоторых темах выпуска. Фестиваль «Спаская башня» уже по традиции откроется выступлением неподражаемой легенды сцены Мюррея Матье. Кельтские волынщики, военный оркестр из Египта и многие другие. Фестиваль «Спаская башня» готовится к открытию. Прости жертву в парень Ваала! Киньте мученицу Львову! Великая миледи российского кино. Народная артистка России Маргарита Терехова сегодня празднует юбилей. Территория культуры. 20 лет назад был подписан указ президента о создании нашего телеканала. Столичная традиция. В воскресенье стартует международный военно-музыкальный фестиваль «Спаская башня». Приглашение выступить на смотре получили самые известные коллективы со всего мира. Почетный гость Мюррея Матье. Французская певица уже в Москве, как и кельтский оркестр Валына Кабарабанов. Музыканты приехали заранее, чтобы провести репетицию на Красной площади. Генеральный спонсор смотра – Банк ВТБ. Наш корреспондент Анна Щербакова уже оценила масштаб события. Дэвид Джонстон – один из самых известных волынщиков в мире. Служил главным волынщиком в британской армии, а также работал инструктором по обучению музыкантов Ирландской и Шотландской гвардии. На Спасскую башню он приехал вместе с кельтским оркестром волынок и барабанов. В его составе музыканты из стран Евросоюза – Ирландии, Германии, Нидерландов. Мне кажется, это очень важно, что у нас есть возможность приехать в Москву и показать нашу культуру, музыку, танцы. На Красную площадь выйдут суворовцы, президентский оркестр и президентский полк. К своему 80-летию он подготовил специальную программу. Зрители увидят и талисман Спасской башни – долгожданную гостью из Парижа. Фестиваль Спасской башни уже по традиции. Откроется выступлением неподражаемой легенды сцены Мюррея Матье. Певица приехала на репетицию сразу из аэропорта. На фестивале она исполнит свои знаменитые хиты в сопровождении президентского оркестра и оркестра военно-морского флота. Эстафета перейдет к военным музыкантам не только из Европы, но и из Азии. Приедет индийский коллектив. В этом году 70-летие дипломатических отношений между Индией и Россией. По Красной площади пройдет рота почетного караула Греции, итальянские карабинеры, оркестр полиции Сингапура. Всегда новые музыкальные программы. Всегда. Даже если коллектив приезжает во второй, в третий раз. Новые коллективы, да, конечно, они будут. Впервые египетский коллектив. Совершенно для нашего европейского глаза непривычные ребята. Ребята, так что надеюсь, Москва опять будет удивлена. Программа фестиваля не ограничится музыкальными выступлениями. Каждый день будет завершаться конным представлением, световым шоу и салютом. Анна Щербакова, Сергей Харламов, Новости культуры. Сегодня отмечает юбилей Маргарита Терехова. Андрей Тарковский называл ее актрисой-подробницей за огромное внимание к каждой детали. Большинство ее героинь натуры страстные и самодостаточные. Ее манера существования, ее интонации неповторимы и узнаваемы. Критики называли ее женщина-загадка. И даже режиссеры, работавшие с актрисой, не всегда могли эту загадку разгадать. Рассказывает Валерия Кудрявцева. В молодости Терехова, выросшая в актерской семье, об актерстве не помышляла. В школе капитан команды по баскетболу, два года училась на математика. И вдруг Москва, школа-студия Юрия Завадского. Они заговорили уже после первой роли в кино. В фильме Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я». Есть актеры, которые создают некий такой универсальный образ. Вот Терехова «Здравствуй, это я» для меня образ 60-х годов. Она олицетворяет для меня всю эпоху 60-х годов. Пародистая внешность не годилась для проходных ролей. У Тереховой сплошь героини. Яркие, как будто не от времени. Один за другим фильмы с ее участием становились знаковыми. Вы все время меня принимаете за другого. Я не Дейзи, не Фрейзи. Меня зовут Бичи Сеней. Такая западность какая-то в ней была, замечательная совершенно. И вот это вот... И это даже, я бы сказала, такая мощная чувственность, понимаете, женская, которая никого не оставляет равнодушным. Потому что это через пленку, через экран, через сцену тем более просто переливается. Сама Маргарита Терехова своей лучшей работой считает фильм «Зеркало». Андрей Тарковский доверил ей сразу две главные роли – матери Марии и жены Натальи. «Вид, ничего же не было, а? Все в порядке?» Нет, ну, нет, ну, это была просто дикая ошибка. Мне даже тебе сказать неприлично. В зеркале Терехова завораживала холодностью, но очень скоро примерила новый образ роковой красавицы. Собака на сене и три мушкетера вышли на экраны почти одновременно. «Любовью оскорбить нельзя. Кто б ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляют безучастием». Она сексуальна и вероломна, восхищался режиссер мушкетеров Юнгвальд Хилькевич, а еще очень самостоятельна. Сама придумывала свой грим, многие фразы из знаменитых мученических монологов «Не леди» тоже сама. «Бросьте жертву в парень вала, киньте мученицу львам!» Она должна знать, что самые лучшие работы, которые были у меня в кино, связаны с ней, с ее образом, потому что я действительно никогда не был к ней равнодушен. Я обожал ее как партнершу, но еще больше как женщину, которая меня потрясла своим обаянием, своей изящностью, своим изысканным поведением. А в начале 2000-х Терехова увлекается режиссурой. Ее дебют – фильм «Чайка», в котором она сыграла Аркадину, а ее дети – Анна и Александр, Нину Заречну и Константина Треплева. Да, это эффект. Мама. В последние годы Маргарита Терехова не появляется ни в кино, ни в театре. Но до сих пор, даже без новых ролей, ее узнают по первым звукам голоса. Увидишь мир со стороны, и всех, и все найдешь в порядке. Лишь ты, как ряженый на святки, играешь в прятки сам с собой, своим искусством и судьбой. Алина Кудрявцева, Анна Галинская, Новости культуры. Сегодня на нашем канале в 22.25 смотрите программу «Линия жизни» с Маргаритой Тереховой, а в 23.35 художественный фильм «Зеркало». В Ярославле во время раскопок возле митрополитчих палат обнаружен артефакт, который, по словам специалистов, поможет дописать одну из глав истории города. Много веков назад он принадлежал супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича, о которой было известно крайне мало. Археологи не знали даже ее имени. С подробностями Арсений Кадратьев. Ценную археологическую находку обнаружили здесь, буквально в сотне метров от митрополитчих палат. Ученым известно лишь около двух десятков печати, владелицами которых были женщины. С их помощью на Руси скреплялись официальные документы. И, как оказалось, одна из них принадлежала матери первого удельного ярославского князя Всеволода Константиновича Марии. Мария Мстиславна. Так звали княгиню, которая дала жизнь ярославскому князю. Он правил с 1210 по 1238 годы. Отчество и иноческое имя княгини Агафьи упоминалось в летописях и ранее. А вот имя данное при рождении удалось узнать лишь сейчас. В то время на личных печатях помещали небесных покровителей владельца предмета. Изображенная на найденной печати святая Мария охраняла княгиню Марию от несчастий. С одной стороны печати там Константин, а с другой стороны печати там, правда, не очень хорошо видно, но читается и я. Аналогичная печать более лучшей сохранности была обнаружена больше 10 лет назад в Переславском районе. Она практически идентична. И там, соответственно, имя Мария читается достаточно хорошо. И определили, что это как раз печать матери. К слову, этим летом на месте раскопок в Ярославле найдено более 500 артефактов. Византийские украшения, костяные предметы домашней утвари, фрагменты керамики. Всё это позволило учёным сделать ещё одно предположение. Собственно говоря, это доказывает, что здесь где-то недалеко находился архив княжеский. Вероятнее всего, здесь где-то даже терем княжеский стоял, пока не найдены. Находки показывают, что он был городом, связанным и с международной торговлей, и был включён в систему межкняжеских отношений. Вот, в частности, вот эти документы, на которые вешались эти печати свинцовые. Сейчас княжеская печать находится на реставрации в Москве, но сотрудники Российской академии наук уверяют, артефакт в скором времени вернётся на родину и займёт своё место в Ярославском музее-заповеднике. Арсений Кондратьев и Николай Лебедев, Ярославль. Накануне ушёл из жизни Владимир Василёв. Танцовщик, хореограф, один из создателей театра классического балета, которым он бессменно руководил с 1977 года вместе со своей женой Натальей Касаткиной. Начинали они в Большом театре в 60-е. Вани на Ванине, Геологи, Весна священная. И в каждой работе демонстрировали редкое умение увидеть в танцовщике артиста и сочинить для него роль, не похожую ни на какие другие. Прощание с Владимиром Василёвым состоится в субботу, 26 августа, в Большом театре. О мастере Елены Ворошиловой. Вот это его место. Они в этом доме, 56-го, Наталья Касаткина и Владимир Василёв, пара, известная на всю Москву. Она до сих пор не верит, что её Володя ушёл навсегда. Последний я вспоминаю вчера, когда я его целовала, когда он был тёплый, красивый. Вы знаете, он вчера был моим, Володей, желанным. Таким, как я его всегда любила. Здесь рождались идеи новых балетов. Владимир Василёв начал придумывать номера ещё когда танцевал в Большом. Они всё делали вместе, когда ставили спектакли, спорили яростно, до хрипоты. И многое придумали первыми. У него какой-то необыкновенный взгляд на жизнь, на движение. И мне казалось иногда, что так нельзя. А потом оказывалось, что это как раз самое интересное. В 65-м, поставив весну в священную, Касаткина и Василёв вызвали гнев министра культуры Екатерины Фурцевой. Она назвала их уничижительно модернистами. Новой была не только хореография. Владимир Василёв изменил финал весны священной Стравинского. Талантливых танцовщиков Василёв видел сразу. В 70-х пригласил юную Людмилу Семеняку, балерину Кировского театра, в балет «Сотворение мира», где главную партию исполнял Михаил Барышников. Владимир Юдич, для меня всегда останутся передо мной его великой доброты глаза. Их очень высокое искусство больших идей. В 77-м Василёв и Касаткина возглавили ансамбль «Классический балет», получивший позже статус театра. Репетиционная база на «Беговой» стала их вторым домом. Сейчас, вспоминая Владимира Юдича, Наталья Касаткина говорит, что доведёт до конца то, что они задумали вместе. И ещё напишет книгу о муже. Елена Борошилова, Маргарита Масленникова, Александр Подкоха, новости культуры. Сегодня исполнилось ровно 20 лет с момента подписания указа об учреждении телеканала «Культура». За идею его создания в 97-м году высказывались виднейшие деятели культуры, в том числе Мстислав Ростропович и Дмитрий Лихачёв. И вот уже через год Российская национальная телевизионная премия называет «Культуру лучшим проектом года». За два десятилетия в эфире появилось множество собственных оригинальных проектов, полюбившихся зрителям. Среди них конкурс молодых исполнителей «Щелкунчик», проекты «Большая опера», «Большой балет», литературный 60-часовой марафон «Война и мир», «Читаем роман» и многое другое. В юбилейном сезоне, который стартует 27 августа, зрителей ждут новые премьеры и неожиданные сюрпризы. Далее коротко расскажем о некоторых культурных событиях этого дня. В Южно-Сахалинске стартует международный кинофестиваль «Край света», который уже снискал славу своей открытостью. Киноманов ждут бесплатные билеты и свободный доступ к красной дорожке. Музыкальный сентябрь начнется в Монтрео и ВВМ. Крупнейший во франкоязычной Швейцарии музыкальный смотр состоится в 72-й раз. В этом году он пройдет при участии российского пианиста-дирижера Михаила Полетнева. Блюз и афроджаз, латинный модерн, а также степ на сцене Московского Дома Музыки. Здесь состоится голова концерта международного фестиваля современного данца «Джаз Конгресс World Dance». Каннский фестиваль у берегов Енисея. В городе Каннске Красноярского края стартовал смотр искусств под названием «Это фантастика». Он пройдет в три этапа и позже переместится в Москву и Санкт-Петербург. За главный приз «Золотой пальмовый секатор» поборются 23 артхаусные короткометражки из 16 стран мира. Показы пройдут на природе на фоне ночного леса. Жюри предстоит оценить работы конкурсантов в пяти категориях. Игровое, экспериментальное и документальное кино, а также анимация и видео-арт. Параллельно пройдет литературный фестиваль «Зазубрина» с мастер-классами по стори-тейлингу и рэп-фристайлу. Наш выпуск на этом завершен. Мы продолжаем следить за развитием событий. Всего доброго и до встречи на телеканале «Культура».